На этот раз вручение медали проходило в Валу у центрального входа в Успенский кафедральный собор. Мест, конечно же, свободных не было, ведь порадоваться и погордиться за своих выпускников 11 классов и детей пришли педагоги и родители. В этом году школу выпустили 554 11-классников и из них 81 медалист. По доброй традиции, чествование медалистов началось с приветственного слова главы Валерия Гаврилова. Считаю, что так должно быть. Прежде всего, чествование тех людей, которые прославляют на сегодня Дмитровскую землю, вот так торжественно у стен Кремля, у стен, которые видела на протяжении многих столетий развития нашего Дмитровского района, где проходили разводы. И вы знаете, я думаю, что сегодня это торжество должно остаться у вас обязательно в памяти. Церемония награждения медалистов продолжалась больше часа. За время обучения выпускники добились не только отличных результатов, но и побед в олимпиадах различного уровня и всероссийских конкурсах. Родители и учителя с огромной гордостью наблюдали за тем, как их детям вручают заслуженные медали. Это событие действительно останется в памяти каждого. Ведь эта медаль собрала в себе столько потраченных сил, бессонных ночей, сотни прочитанных книг и труда, силы воли и упорства. Мои эмоции, на самом деле, мне трудно описать. Я очень счастлив в том, что я закончил школу на отлично. И я рад тому, что многие мои одноклассники тоже закончили школу. Великолепно даже, я сказал бы. Я за этот год добился довольно-таки многих успехов по сравнению с прошлыми годами. Соответственно, я счастлив просто. Сегодня действительно знаменательный день. Я очень долго шла к этой награде. Все 11 лет я училась на отлично. Это большая удача, что я получила эту медаль. Я очень благодарна своим учителям, в своей школе. Я очень рада, что получила эту награду сегодня. Это большая честь для меня и для моей семьи. В заключении церемонии награждение всех медалистов, педагогов и родителей пригласили сделать общее фото на память. Ну а далее, по доброй традиции, все 554 выпускника 2016 года от районного дворца культуры вместе со своими учителями, начальником управления образования Татьяной Довженко и главой района Валерием Гавриловым прошли по Загорской улице на Советскую площадь. Здесь организаторы праздника подготовили для выпускников концертную программу с сюрпризами и подарками, а также чествованием тех, кто, не покладая рук, трудился на протяжении долгих лет и грыз гранит науки. Валерий Гаврилов поручил благодарственные письма тем, кто сдал экзамены, набрав от 90 до 100 баллов. Награждается Маргарита Сергеева, ученица Яхромской средней общеобразовательной школы номер 3. 100 баллов по предмету русский язык. В завершении церемонии ученики вместе с главой построили дом по кирпичикам из профессиональных направлений, которые выберут выпускники. Вы стоите на пороге определения дальнейшей вашей судьбы. Но я думаю, ангел-хранитель обязательно вам поможет определиться, и вы найдете нужную профессию, нужный вуз для того, чтобы реально уже перейти во вторую стадию взрослой жизни. Также Валерий Гаврилов отметил, что надо обязательно получить хорошее профессиональное образование и пожелал выпускникам не оставлять родные края. Дмитровский район нуждается в квалифицированных молодых кадрах, причем не только с высшим образованием, но и рабочими профессиями. Планы на будущее? Поступить в институт, в МИФИ, в институт ядерной физики, и стать, скорее всего, инженером, ученым, и заняться исследовательской деятельностью, скорее всего. Я очень хочу поступить в финансовую академию, в правительство Российской Федерации, на факультет финансовый кредит. Это кредитно-экономический факультет. Я надеюсь, что я стану успешным финансистом. Подниму экономику нашей страны, попытаюсь, по крайней мере. Валерий Гаврилов вместе с ребятами, набравшими наивысший балл по результатам сдачи экзаменов, по традиции рядом с валом посадил дерево, как залог процветающего будущего сегодняшних выпускников. И после этого на Советской площади началась развлекательная программа, в которой принимали участие творческие коллективы города и района.